Ключевой принцип в нашей работе – не навреди государству. Любая деятельность общественная, политическая, на радиус с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. У всех нас могут быть разные мнения, суждения, идеи и споры о возможных стратегиях. Но недопустимо призывать действиям, направленным против страны и курса, одобрено большинством. Это как минимум попрание так называемых демократических норм. Следующий принцип – поощрение сознательной инициативы. Новые условия требуют качественных, нетривиальных решений. Наш основной резерв – это инициативные или целеустремленные люди, ратующие за свою страну. Поэтому важно не зажимать энергию общества, постоянно перестраховываясь, как бы чего не вышло. И в этом плане не ждите моих указаний. Поймите, что при всей жесткости нашего курса, эта жесткость должна быть обращена к тем, кому надо. Мы не должны удушить инициативу людей. Надо поддерживать инициативных и честных людей, как в бизнесе, так и в политике. Еще один принцип – принцип обратной связи. Сегодня надо быть на шаг впереди в непосредственном общении с гражданами. Но у вас здесь ничего не скажу. Слушайте людей. В условиях развития современных средств коммуникации это не является сложной задачей. Мое принципиальное требование, вы знаете, принимаемые решения должны идти от жизни и соответствовать интересам наших людей. Следующий принцип – законности и взаимного уважения. Правовые нормы – это правило жизни, которое является мерилом нормальности общества, источником порядка, базисом мира и стабильности. Аксиома «свобода одного человека» заканчивается там, где начинается свобода другого. Вряд ли беспокоились о подобных моральных принципах те, кто год назад круглосуточно нарушал покой граждан криками, автомобильными сигналами и прочее. Они, я так понимаю, пошли угрозы тем, кто не выдерживал вот этой кутерьмы в домах, в подъездах и так далее. Они обращались в милицию. Приедьте, наведите порядок. Мы все выдержали. Но травля государственных людей, тем более семей, близких, угроза жизни патриотов страны, стали для нас красной линией. Предупреждаю, все, кто эту красную линию перешел или собирается перейти, будут учиться нормам морали и демократии в соответствующих исправительных учреждениях. Что касается конструктивной критики в законных формах, мы должны внимательно изучить поступившее в наш адрес коллективное обращение. Особенно, если там поднимаются конкретные проблемы. В них могут быть рациональные предложения. Наша задача отработать каждое это предложение.